Добрый вечер, дорогие земляки! Ситуация в городе и Криворожском районе стабильная. Дальние рубежи обороны по-прежнему проходят внутри Херсонской области. Наши вооруженные силы мужественно выполняют свой долг. Ведутся позиционные бои. Враг продолжает постоянные обстрелы наших войск и населенных пунктов рядом с линией фронта. Также сегодня были обстреляны территории Апостоловской, Широковской и Зеленодольской громад нашего Криворожского района. Слава Богу, жертв нет. Спасатели продолжают разминирование территорий, которые орки обстреливают запрещенными вооружениями, кассетными боеприпасами. С 24 февраля уже разминировали более 1300 таких зарядов. В частности, только за последние сутки 60. Я подчеркиваю еще раз, берегите себя. Увидели серебристые цилиндрики 5х2-2,5 см? Не трогайте. Немедленно звоните по телефонам 101 и 102 и уходите. Не играйте со смертью. Как рассказали саперы сегодня, был случай, когда во время проведения работы они увидели в одном из дворов, как лентой с кассетного боеприпаса, который он ставится на взвод, был подвязан виноград. Выяснилось, что женщина весьма почтенного возраста срезала с неразорвавшегося заряда ленту и решила ее использовать в домашнем хозяйстве. Вот пример такой ленты. Специально даже хочу показать. А вот пример вот этих цилиндриков. Как они выглядят. Я хочу вам специально показать, для того, чтобы вы не подходили к таким лентам и к таким зарядам. Мне вот это все дали пиротехники, когда они стали безопасными. Но подходить к ним нельзя. Если увидели там в траве, на дороге, еще где-то, вот 101 звоните, сами не подходите. Сказать, что женщине это и повезло, которая срезала вот эту ленту, чтобы виноград подвязывать, с неразорвавшегося боеприпаса, то это ничего не сказать. Потому что, к сожалению, в нашей области было уже 6 случаев подрывов. Люди поднимали боеприпасы и в результате погибали. После каждого обстрела мы занимаемся восстановлением инфраструктуры и электроснабжения в тех селах, которые обстреливают. В том числе из резерва Кривого Рога мы поставляем туда топливо, для того, чтобы там работали скорые помощи, коммунальное хозяйство, которое восстанавливает инфраструктуру, и пожарное. В самом Кривом Роге ситуация стабильная, работает вся инфраструктура, правоохранительные органы продолжают усиленно патрулировать улицы города. Война внесла коррективы в нашу привычную жизнь. С начала военного положения по всей Украине были выключены камеры автоматической фиксации скорости автомобилей. Это было сделано в понятно каких целях. Но 16 мая работа камер будет восстановлена по всей стране, в том числе и в Кривом Роге. Во время войны нельзя забывать о безопасности дорожного движения, ведь их несоблюдение продолжает ежедневно убивать наших граждан. Я также напомню, что с 5 апреля в Кривом Роге действуют правила, кто будет задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, тот будет отвечать по закону, а его машина сразу уйдет в батальоны территориальной обороны. Соблюдайте правила и не подвергайте лишнему риску себя и других участников движения. И вот в конце хочу поздравить криворожанина, воспитанника ДЮС США номер 5 Дмитрия Василенко, золотой медалью на Дефлимпиаде в Бразилии. Украинцы впервые в истории стали лучшими в баскетболе, на главном спортивном событии планеты, которое проводится раз в 4 года среди спортсменов с нарушением слуха. В составе сборной Украины выступал Дмитрий. В финале наши парни обыграли сборную США. Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы, делаем все для нашей победы. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!